Говна и призвание по жизни твоё, не слушай джаз, не слушай его, не слушай грубый, не слушай сон, люби гитаризм, говна и спи рок-н-ролл. Говна и призвание по жизни твоё, не слушай джаз, не слушай его, не слушай грубый, не слушай сон, люби гитаризм, говна и спи рок-н-ролл. Я так люблю ходить в гитарный магазин. Ну, я на самом деле не люблю. А вы любите? Потому что в песне, которую недавно сделала нейросеть по моему заказу, вполне себе в гитарный магазин мужчины ходят. Давайте я расскажу, что это за песня, почему я ее сделал в нейросети, и какая была вообще изначальная задумка, зачем все это нужно. И подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну и вот эта вот история. Вы скачиваете, вы прокачиваетесь, чтобы не быть кем, про кого сегодня, собственно, видосик про гитарных говнарей. Мое пособие называется «Твое мышление на гитаре». Оно будет ваше. Оно 100% будет ваше. Вы будете кайфовать и играть на гитаре лучше меня в 100 раз. Это я вам обещаю. Для этого много ума, как говорится, не нужно. Но я на самом деле не говнарь. И я этим не то чтобы горжусь, но мне это очень нравится. Что такое говнарь вообще? Мне кажется, что определение слова говнарь... Что такое говнарь на самом деле? Ну это человек, который любит всякое говно, но музыкальное. Меня только музыка интересует. Я вот не говнарь, не люблю всякое говно, хотя могу слушать абсолютно разную музыку. Я приемлю вообще всю музыку. Я могу ее послушать. Я могу выявить в ней что-то классное, хорошее, что-то не очень хорошее. Но при этом общее впечатление у меня, вне зависимости от стиля, жанра, от голоса, от манеры исполнения, все равно оно складывается совокупно более-менее ок. Если в целом кто-то постарался или вообще трек культурно что-то из себя представляет. Что, конечно же, безусловно, субъективно. Но кто такие говнари? Говнари это вот те ребята, которые пишут в комментариях, что все говно, кроме их точки зрения. Это те ребята, которые любят исключительно какую-то одну музыку и все остальное считают полным говном. То есть, как бы вы любить-то можете что угодно. Но если вы все остальное считаете говном, ну тогда вы говнари. Потому что вы считаете говном все, да? Вы говорите, что это говно. А ваша музыка, ну так на нее-то вообще в принципе всем пофигу. Ну хотите слушайте, хотите не слушайте. Но скорее всего говно-то именно она. Почему? Потому что скорее всего это какие-то ограниченные жанры, ограниченные формы, не очень качественное исполнение. Ну и вообще такая подсредственная немножко культурная движуха. А вы не приемлете, например, Стравинского, Прокофьева, Джона Калтрейна, Джека Гаррета, Томми Эммануэля, Джо Пасса, Уэса Монгомери. Ну, наверное, эти имена вам ни о чем не говорят. Я вот сегодня с утра слушал такого басиста Дэрил Джонс. Он сейчас Вронинг Стоунс играет. А когда-то он играл с Джоном Скофилдом. И он играл у Майлса Дэвиса. У них есть лайф, где они играют какой-то трек очень-очень просто сильнейший, такой раскачивающий, что просто брак. Брак и очень круто. И несмотря на то, что они его раскачивают, скорее всего, среднестатистическому зрителю моего канала это может быть, ну не очень, не очень может нравиться такая музыка. Но это же не означает, что эта музыка говно. Так вот, те ребята, которые, возможно, смотрят мой канал, а особенно те видосы, которые я выкладывал про, например, Рича Блэкмара, умеет ли он играть на гитаре. Да они считают, что, как бы, говнария. А Рича Блэкмара это что-то, к чему нельзя дотракиваться. Ну, окей, только в видосе-то я говорю, что он на самом деле крутой парень. Вот в чем дело, стоит ли посмотреть, а ребята, вот говнария, они не смотрят. Но, неважно, песенка-то, как бы, ребятам посвящена, потому что они не приемлят все остальное. Они не рассматривают даже какую-то гипотетическую возможность, что музыку можно слушать разную, что музыка может быть интересна абсолютно разная, что бывает то, что вы сейчас не понимаете. То есть, в любой момент времени бывает какая-то музыка, которую вы не понимаете, не понимаете, почему она классная, не понимаете, почему ее стоит слушать или не стоит слушать. Да, музыка бывает абсолютно разная. И нету хорошей, нету плохой. Есть просто музыка. И она вам либо нравится, либо не нравится. Если кто-то сделал, то он как бы самовыразился. А вы, вроде как-то, и судить вас никто, в общем-то, не зовет. И музыку-то этого вам никто не навязывает. Ну, не нравится, не слушайте. Пожалуйста. Это же как бы дело каждого. Поэтому, если вы говнарь, то песенка для вас. Если вы не говнарь, то это видео для вас. Потому что, скорее всего, вы не говнари. И вот большей части моих слушателей не понравится, скорее всего, вот этот концерт, который я смотрел с Дэрилом Джонсом. Потому что очень такой сложный грув. Очень... Хотя он на четыре четверти. Но все равно, просто он сложный, типа, понять, кайфануть от него. Сказать этот джаз после прослушивания, ну да, можно, конечно. Но вот понять, что там классного, что не классного, почему и как. Ну, это, как бы, типа, сложно. Поэтому, может быть, не сразу дойдет. Может, и не дойдет. И Скофилд там играет соло, можно сказать, по сравнению с каким-нибудь очевидным для говнаря жанром. Там, какими-то гитаристами, которыми восхищаются. Это прям, ну, какое-то говно, скорее всего. Но это не говно. Это высшее искусство. Вот в чем дело. И Скофилд один из величайших гитаристов в мире. Джон Скофилд наравне, может быть, и круче, чем Ричи Блэкман. С точки зрения мастерства уж точно круче. Но это, как бы, я понимаю. А говнарь не понимает. Ему, ну, невдомек, что так бывает. И он злится, потому что он не понимает. Вот. И вы же не говнари. Как бы, вы, что, не нравится? Ну, не слушайте. А говнарь протестует. Что-то, как же так? Это говно, говнище. Надо написать, что иди гитару свою побрей вот от грязи. Или иди притешись. Ты вообще, тебе сколько лет-то, мальчик, еще подрасти? Тебе же, как бы, никак не дашь-то 35. А тебе же всего сколько? Тебе 15. Вот. И да, конечно, да. Все это, вот, так скажем, прерогативы говнаря. Так рассуждать. Но абсолютно не ваше. Поэтому, друзья, не будьте говнарями. Слушайте мой гимн гитарных говнарей, который нейросеть мне сгенерировала практически с первого раза. Ну, там второй или третий дубль был. Я чуть-чуть там склеил, подредактировал, сыграл сверху. И вот то, что получилось, вы слышали в моих шорцах или на канале, или по ссылочкам в описании. Также проходите обязательно, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на второй канал, в котором есть упражнения без головы. И, в общем-то, будет вам счастье. Вы не говнари, я вас уверен. Вы классные. Поэтому всем музыка, жвачка и рок-н-ролл. Я в вас верю.